хотел посмотреть свежую новость по поводу интервью который дал зеленский вопросу о возможности мирных переговоров третий день без устали говорить о том что он хочет переговор но вот я смотрю как раз сидит господин зеленский той самой замечательной женщины из америки из филадельфии инкуайра труди рубин вопрос сейчас вижу видно интервью он дает именно той самой труди рубин которые свое время спросила кто такой господин путин помнишь это у изместа путин никто ответить не смог вот говорит что украина устраивает модель в которой переговоры с россией будут вестись через посредников а кто такие посредники могут быть как ты думаешь он же сам по типу зерновой сделки по типу зерновой сделки кардаган да зеленский сказал нет я просто говорю что давайте как по зерновой сделки кто будет посредником а кто был зерновой сделки посредник но там еще он участвовал он можно привлечь но он же ты сам понимаешь на него где сядешь там и слезешь право организация если кто-то был так сказать мотором этой зерновой сделки это гт эрдоган которого по-моему все таки дня также условием начала зерновой сделки было то что там русские удобрения снимут эмбарго потом что там хоть русское зерно пустят и так далее и так далее путин там все свои обязательства выполнил который по зерновой зерновой а его никуда не пустить эрдоган говорит ну подождите но мы же вот так договорились ему эти западные страны которые наложили на минус добрей ну ты договаривался ты снимай мы точно договаривались на результате выяснилось женихова путина для для того чтобы спокойно возить зерно украину и не нужно можно и без него возить и никакой зерновой сделки в общем то и не понадобит она когда развалилась оказалось что эти корабли совершенно спокойно могут ходить без всяких договоренностей с путь но вот в истории с прекращением огня без путина не получится а что ему может предложить эрдоган Эрдоган может быть, конечно, удалой парень, но теперь после того, как его зерновой сделкой откиднячили, я думаю, что он серьезно подумает, какие на себя брать обязательства. Если ты помнишь, Зеленский немножко лукает. Дело в том, что когда зерновая сделка шла, ты помнишь, он говорил, а у нас нет никаких переговоров с русскими, у нас переговоры с тупками, а это турков переговоры с русскими. У нас нет никаких переговоров с русскими, это переговоры с турков с русскими, мы, нас они не интересуют, ну, а чем-то там Эрдоган с русскими переговаривается, мы переговариваемся только с турков. А теперь, оказывается, задним числом он называет это переговорами с Россией при посредничестве Турции. Подожди, дорогоже, у тебя были переговоры с русскими или у тебя не было переговоров с русскими во время зерновой сделки? Поэтому в этих условиях мне хочется понять рой посредник. Он как в зерновой сделке действительно, так сказать, двухходовый переговор. То есть Украина ведет переговоры с Турцией, а Турцией ведет переговоры с Россией. Или он просто, так сказать, некий такой удобный обеим сторонам модератор, который просто транслирует сигналы друг к другу. Ну, это мы поймем, наверное, только по ходу процесса. Это важно, потому что, так сказать, Эрдоган наученый, как говорится, зерновой сделкой, я думаю, что он откажется от роли вот такого полноценной стороны переговора. Он скажет, а как я могу брать на себя какие-то обязательства есть, и потом я их не смогу выполнить. Именно из-за вас. Дорогой товарищ Путин или дорогой товарищ Зеленский. Поэтому давайте, я окей, я готов встать между вами, раз вы, так сказать, с друг другом не в состоянии поговорить. Но я буду только транслировать. Вот ко мне за качество сигнала никаких претензий. Вот что сказали, то я побежал и рассказал. А не надо вот. А вот где гарантия? Я не знаю. Я этот вопрос задам. Павел Иванович Зеленский. Подождите секундочку. Поэтому. При этом Эрдоган вынужден будет учитывать, если он возьмет на себя роль посредника, предположим, обставит это какими-то условиями, свое согласие быть посредником. При этом Евросоюз, в который он стремится попасть, НАТО, где он состоит. Он уже не стремится попасть в Евросоюз. Не стремится? Мне кажется, что он уже, так сказать, на этом деле крест поставил. Ну, хорошо, поставил, ладно, крест членствия в НАТО, но кандидат... Членствия в Евросоюз. Вообще все в НАТО не хочут никакого креста ставить. Он, допустим, поставил крест на планах турецкой евроинтеграции, но при этом Турция остается кандидатом членом Евросоюза. Хорошо. Тем не менее, будет ли он учитывать позицию ЕС, выполняя эту роль посредника? Будет ли он учитывать позицию НАТО, выполняя роль посредника? В какой мере? И у него же... Средника не надо ничьих позиций учитывать. Ты просто посредник. Ты на себя никаких обязательств не берешь. В том ты все и делаешь. Ты вот услышишь меня, что в зерновой сделке он был полноценная сторона в переговорах. А сейчас ему предлагается роль посредника. Зеленский хоть и говорит, что по типу зерновой сделки, но это полное противоречие зерновой сделке. Это по-другому устроено. Это просто посредник переговоров. Зерновая сделка была устроена как двусторонние переговоры. Зеленский... И тогда Турция была полноценной стороной переговоров. В двух сразу переговоров. И поэтому, конечно, ему нужно было брать на себя какие-то обязательства. Если же он посредник, то он никаких обязательств на себя не берет. Я просто посредник. Я транслирую сигнал. Я дупло. Я дупло. Я дупло, да. Через который вы записочками обмениваете. Поэтому ему не надо. Если они хотят, чтобы он полноценной стороной переговоров был, то тогда, конечно, ему нужно дать какие-то полноценные вещи. Хорошо. А Китай? Что Китай? Мог бы выступить здесь в роли какого-то посредника? Или он будет априори занимать Российскую? Китай никем не рассматривается как посредник. Я думаю, что Зеленский не станет использовать Китай как посредник. Потому что он вполне справедливо считает... Ну, справедливо или не справедливо, но, как мне кажется, справедливо считает, что Китай в большей степени, конечно, болеет в этой войне за Россию, а не за Украину. Поэтому... Китай не выглядит как нейтральная сторона. Как бы он ни пытался, так сказать, себе придать такой имидж. Но они же специально, они же все время говорят, у нас особое отношение с Россией, у нас стратегическое партнерство. Вот Путин к ним приезжает, они ему там парады устраивают, какие-то приемы и так далее. Они так Зеленского не зовут и не принимают. Они никого так не принимают, как Путин. Не шовывается, они никого. Ну, соответственно, ответ... Как же вы ему хотите выглядеть нейтральными, если очевидно, что ваше сердце принадлежит Владимиру Владимировичу? Даже если вы ему не помогаете оружием, вы просто симпатизируете. Как борцу с американским империализмом. Вы же не видите Украину в этом конфликте, вы же видите войну с Америкой. Вот мне так кажется. Хотя я, может быть, и не соображаю ничего этого быть. И все на самом деле по-другому. Ну, хорошо. А как ты думаешь, Путин действительно хочет каких-то переговоров? Он действительно понимает перспективы? Я понимаю, о чем ты говоришь. У нас есть единственная возможность прогнозировать поведение Путина, исходить из... Ну, мы уже с тобой об этом говорили. Исходить только из предположения, что он действует рационально. Потому что если он действует нерационально, тогда предсказать поведение иррационального человека невозможно. И тогда можно, так сказать... Ну, оно может быть хаотичным. Может быть, все что угодно. То есть мы должны исходить из того, что он рационально действует. Что само по себе является, в общем, достаточно сильным допущением. Потому что наш опыт изучения поведения Путина говорит о том, что он, так сказать, не вполне эмоциональный. Мягко поражаюсь. Но единственный способ предполагать, как каким-то устроить какие-то прогнозы, это исходить из того, что он рационально. Этот прогноз однажды уже мы сделали и ошиблись. Когда мы говорили, что он не нападет на Украину. Но рациональное поведение, так сказать, подсказывало нам другой сценарий. А он напал. Соответственно, вот когда ты мне говоришь, что Путин хочет переговоров или нет, какие там его будут дальнейшие шаги и прочее, и прочее, я опять говорю, если исходить из того, что он рационален. Но все время с оговоркой, что, к сожалению, практика показывает, что это часто бывает не так. Единственное, что меня примеряет с этой гипотезой, это то, что он, в принципе, все равно рационален, просто он действовал исходя из ложных исходных данных. Понимаешь, да? Понимаю. Можно оставаться в рамках презумпции его рациональности. Что его, так сказать, ввели в заблуждение. Ему обещали легкую победу, потому что, так сказать, настроение Украины против Зеленского, что они хотят, наконец, чтобы бардак кончился. Ждут его, так сказать, с голевым солью. Он войдет, белый конь, так сказать, крещатик. Потом торжественный въезд в Лавру, возведение, так сказать, Медведчука на престол. Все пошло не так. Это не потому, что он нерационален, а потому, что изначально его стратегия вполне рациональная основывалась на ложных бандах, которые он не критически воспринял. Поэтому, если исходить из того, что все-таки он рациональен со всеми этими оговорками, то, конечно же, он тоже хочет все это закончить побыстрее, потому что у него реально проблемы, конечно, меньше, чем у Украины, в экономике и во всех остальных делах. Но, тем не менее, тоже серьезно. А вот скажи мне, пожалуйста, я с удивлением прочитал сегодня заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, господина Муравейко или товарища Муравейко, который заявил, что Беларусь, оказывается, сможет применить ядерное оружие при угрозе своей независимости. Мы же понимаем, что ядерное оружие есть на территории Беларуси. Россия там его то ли разместила, то ли собирается размещать. А вот как это получается, что какой-то начальник Генштаба этой самой Беларуси начинает угрожать кому-то, и не совсем понятно кому, кто грозит независимости Республики Беларусь, применением ядерного оружия? Как тебе это? Я не знаю. Опять же, я исхожу из того, что я читал в газетах и в интернете, и ничего более, у меня никакого инсайда на этот счет нет. Я до сих пор находился в полной уверенности, что Путин хоть и завез тактическое ядерное оружие в Беларуси, но тем не менее оно находится под его контролем, но управляется его военнослужащим, который, как говорится, прикомандирован к этому оружию. И белорусское командование к принятию решения об его использовании не допущено никаким образом. А Путин его завез для того, чтобы побряцать оружием и чтобы разместить его поближе к театру военных действий, либо действующему, либо потенциальному. Но решение так или иначе будет принимать его. Если начальник генштаба в Беларуси говорит, что теперь решение за ним, то либо одно из двух, либо что-то поменялось, о чем мы не знаем, либо он врет и выдает желаемое за действительность. Склоняюсь ко второму предположению, потому что мне плохо верится в то, что Путин отдал Луке контроль над ядерным оружием. Это не в его правилах усиливать даже таких верных сателлитов, как Кукашева. Зачем? Просто это не делается сильнее. Возникает вопрос, что, может быть, какая-то гениальная, хитромудрая комбинация там выстраивается у кого-то в головах. Старую фразу Гайдара о том, что если вы видите, что власти делают какую-то, так сказать, непонятную комбинацию очень запутанных ходов, то одно из двух. Либо это какая-то очень эффективная и красивая многоходовка, либо глупость. Скорее всего, второе. Ну, просто, что такое может быть угроза независимости Беларуси? Нападение Украины на Беларусь. Украина вроде на Беларусь нападать не собирается. А почему? Почему ты исключаешь, что ты говоришь? А зачем? Ну, я тебе вот прямо сейчас сходу могу, прям, 10 причин. Зачем украинской вооруженным силам при наличии у них и без того множество проблем логистических с набором личного состава, с обучением, с нехваткой боеприпасов, которая еще полностью не перекрыта. Список там длинный. Зачем еще им фронт против Беларуси открывать? Они и так там держат на границе с Беларусью? Контингент, который мог бы быть использован при наличии других отношений с этой страной в совсем другом месте, в совсем других целях. Вот ты и ответил на вопрос. По оценкам российского генштаба, Украина держит на границах с Беларусью порядка 120 тысяч сонок. 120 тысяч. Я думаю, что это вранье, но если даже поистину где-то посередине, то тысяч 50-60, она там держит. При том, что собственная белорусская армия вся, порядка 30 тысяч. А собственно сухопутные силы, более-менее боеспособные, то есть за исключением там, по-моему, 17 тысяч. 17 даже? О, как! Вот. Теперь отставим в стороне эти соображения. И посмотрим на ситуацию. Вот смотри, вот 10 мая, по-моему, русские начали так называемую Харьковскую операцию. Они открыли дополнительный фронт, на который они бросили группировку в 50, понимание, тысяч солдат. Вот. К чему это привело? Это привело к тому, что, находясь под угрозой маршала на Харьков, Сырский был вынужден перебросить войска с фронта на Харьковское направление. Правильно? Чтобы остановить наступление Руси. Он их снял, чтобы ты понимал, частично с Купянского направления, но в основном Савдеевского, Покровского. Что привело к бурному, шикарному маршу русских, взятию деревень и продвижению, так сказать, на Покровское, которое до сих пор еще не остановлено, кстати сказать. И Кураховск, и Кураховское направление, и Покровское направление, и так далее, и так далее. Вот. То есть, это стоило Украине потерь позиций, квадратных километров территории, и так далее, и так далее. И пускай это не превратилось в стратегический успех, но тактически русские, конечно, выиграли. Селин. Теперь уже никто не говорит о том, что Путин начал Харьковское свое наступление, для того, чтобы взять Харьков. Все понимали, что он начал его для того, чтобы Украина перебросила войска, и он начал наступление в другую. Ну вот. И сколько войск перебросила Украина туда под Харьков, мы не знаем, много, да? вот что означает новая линия фронта. Теперь представим себе, что Украина держит на границе с Беларусью 60 тысяч солдат. 60 тысяч солдат, которые она могла бы использовать в другом месте. Она не может их использовать в другом месте. Правильно? Правильно. Теперь предположим, я только предполагаю, Украина нападает на Беларусь. Пусть это будет самая безответственная фантазия в моей жизни. Украина нападает на Беларусь. Оснований для этого более чем достаточно. Потому что в соответствии с всякими там резолюциями ООН, использование территории страны в качестве плацдарного для нападения с другой стороны на соседнюю страну, та страна, которая дает свою территорию использовать для нападения, тоже является агрессором. И она считается агрессором. Поэтому Лукашенко может сколько угодно рассказывать всем, что он к этой войне не имеет отношения. С точки зрения международного права он такой же агрессор, как он. И поэтому Украина юридически по международному праву, по всем, так сказать, правилам, совершенно спокойно может напасть на Беларусь. Потому что она жертва агрессии со стороны режима Лукашенко. Это просто тебе любой юристный народник скажет. Вот. И поэтому правовое обоснование для такого нападения больше чем достаточно. Сопротивление белорусской армии вряд ли окажет. Русского, русских войск там серьезных нет. Остатки вагнеровцев ни в счет. Более того, там, по сути, нечем обороняться. Ведь Путин выгреб все сны с белорусской армией. Там нет белорусской армии. Там нет белорусской армии. Поэтому марш этого 60-тысячного украинского корпуса по Беларуси будет просто пора. Она пронесется под ним за три дня. И выйдет на границу Белоруссии с Россией. И что будет делать Путин, чтобы закрыть эту границу? Раньше он там войск никаких не держал. Это будет новое для него направление. Украина не потратила ни одного солдата. Те 60 тысяч, которые стояли на границе с Белоруссией, будут стоять на границе с Россией. А Путина нужно будет бросить туда группировку. Откуда он ее возьмет? Ему придется перебазировать войска с других направлений. А эти другие направления все на фронте. Он даже, так сказать, с финской границы 80% войск перебросил на фронт. Он все с Дальнего Востока уже выкачал. У него нет ниоткуда. Он только с фронта может взять эти части. Ну да. Он даже из Армении войска увел. Я не знаю. Если он с фронта снимет 50 тысяч, ты понимаешь, что на фронте случится? А быстро он их снимет? А если, так сказать, эту 60-тысячную группировку возьмет и пойдет на Смоленск? На Москву? По старой Смоленской? Ну, послушай, официальная позиция Украины мы ни пяди чужой территории не хотим. Мы не собираемся ее оккупировать. Это просто, так сказать, военный маневр, чтобы зайти в тыл противника. Санитарный кордон создать, типа, да? Нет, мы ее освободим тут же, как только разобьем Росу. Ну, не нужно этой земли. Вы же говорите, что вам нужна только Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области, да? Ну, ведь вы, тем не менее, пошли на Киев. А зачем? А зачем вы пошли на Киев? И вам же не надо ее. Вы же пошли. Вот и мы тоже так же пошли. Нам это не надо, но мы пошли в военная потребность. Но при этом, может быть, и второй вариант. В смысле? И тем более, вот каждый день, я читаю, каждый день, вот-вот-вот-вот, там украинцы собирают войска вокруг нашей границы. Это же белорусы постоянно. Уже неделю, каждый день пишут. А я и думаю, а почему они собирают? Слушай, а может быть, просто провокация готовится? А может быть, просто провокация, чтобы Путин, предупреждая это, перебросил войска с фронта. И никогда не надо будет никуда наступать, он уже просто перебросит. А там же очень много всяких комбинаций. Вот, допустим, украинская армия входит в Минск, да? Тихановскую поставьте, пожалуйста, из закона избранного президента Беларуси. Тихановская просит, обращается к войскам НАТО, к Польше, к Литве, к братьям нашим. Заходите, обеспечьте порядок. Ну, это же эскалация, ты же понимаешь, на самом деле. Какая эскалация? Где эскалация? Законное правительство попросило ввести войска. Какие проблемы? Нет, ну... Где эскалация? Смотри, а вам-то что за беда? А за кого Лукашенко? А Лукашенко, вот мы судить будем. У нас будет суд. Может, и на него приехать, вот он пригласит на билетик. Неужели Путин это скушает? А что у него... Тогда перебрасывай войска, воюй в Белоруссии, дорогой же. У тебя новая война. Вот тут-то и ядерное оружие появляется. А каким образом? Белоруссия не обращалась с просьбой помощи в режиме ОДКБ. Нет, Белоруссия не обращалась. Лукашенко сидит в тюрьме. А Тихановская, законно избранный президент, говорит. Нет, все спокойно, Владимир Владимирович. Нам не нуждаются помощи. У нас все хорошо. Мне кажется, первое, что произойдет в случае какого-нибудь хотя бы чуть-чуть похожего на описываемый твой сценарий, это то, что Лукашенко сядет в самолет и улетит в Москву. И замечательно. Минукович второй? Это хорошая игра. Она из Москвы просить бомбардирования. А что бомбардировать-то? Белоруссии? Которые захвачены агрессорами, а агрессоры привели там... Давай бомбардируем белорусские города. Начинай. Орша, Витяц. Давай, смелее, Владимир Владимирович. Атомная бомба. Атомная бомба, это же не высокоточное оружие. Ты же сам рассказывал, что она мощнее, чем в Хиросимове. Ну, давай, сноси спецельца земли белорусских городов. А что это? Так не по белорусским городам могут ударить. А с какой стать? А вот, Владимир Владимирович, а вот с помощью какого пункта, какого-то, так сказать, конвенции, вы объяснуете удар по украинским городам с эперным оружием. Тем более, что вас уже предупредили страны НАТО и Соединенные Штаты и Великобритания, чтобы тогда, так сказать, уже пеняйте на себя. И мы нанесем не ядерный, но сокрушительный удар по всем вашим войскам в Украине. Ты думаешь, это реальный сценарий, все, что ты описываешь? А почему нет? Почему нет? Ну, почему нет? Ну, слушай, если харьковское направление создать для того, чтобы оттянуть войска украинские с фронта, это реальный сценарий, то почему не создать Белорусский фронт, чтобы оттянуть русские войска. Но это все-таки новая война. Где новая? Это продолжение старой. Когда, значит, русские из Белоруссии на Киев идут, это, так сказать, старая война. А когда украинцы идут на Минск, то это новая война. С какой стати? Это та же самая война. Логично звучит с другой стороны. Действительно. Ну что, мне осталось только сказать, что ты описал увлекательный сценарий, и действительно будем наблюдать, не начнут ли развиваться события вот именно так. Это не единственная, так сказать, спекуляция в моей жизни. Хорошо. Я о тебе могу говорить. Вот если бы на месте Зеленского был не Зеленский, а это, например, Наполеон, которому он хочет подражать, будем говорить, то Наполеон ровно так бы и поступил. Он всегда ходил вот таким образом. Он всегда играл на обострении. Всегда. И всегда выиграл. Почти. Почти. За исключением... Он и сам понимал, что лавочка закрывается. Ну хорошо, Альфред Рыгорьевич, спасибо тебе большое за этот разговор и за весьма увлекательный сценарий. Просто, так сказать, душераздирающий, который ты в конце разговора описал. Будем следить за тем, как будут развиваться события на самом деле, в реальной жизни. Я прошу, друзья, не забудьте, если еще не поставили лайк, поставьте. Если еще не подписались на этот канал, подпишитесь, задавайте вопросы, пишите реплики, оставляйте комментарии. И мы с Альфредом Рынгольдовичем вам будем за это чрезвычайно признательны. И спасибо тебе, спасибо всем, кто нас смотрел. И до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова